Мобильная группа, в состав которой входят специалисты сектора по труду, управления соцзащиты, межрайонного отдела инспекции труда, профсоюзы и другие заинтересованные, еженедельно проводят плановые мониторинги состояния дел по охране труда на предприятиях и в организациях города. Но в обозначенную неделю их работа значительно усилилась. Особое внимание строительным объектам, где высокий уровень профессионального риска. С рейдом отправились в городскую больницу, там идет масштабная реконструкция. Мобильная группа у нас работает для оказания практической, методической помощи руководителям, нанимателям и должностным лицам. Сегодня мы прибыли на данный объект и в данный момент я осмотрел ознакомление работников с проектом производства работ, согласно правилам по охране труда в строительстве. По ходу все вроде бы как работники ознакомлены с проектом производства работ. Сейчас осмотрел, что все работники должны быть проинструктированы по действующим в организации инструкциям по охране труда. Безусловно, такая методическая и практическая помощь станет хорошим подспорьем для ответственных за охрану труда. Изменяется законодательство, ужесточаются требования. Это все нужно знать и строго выполнять для того, чтобы избежать несчастных случаев на производстве. Повышение безопасности при проведении работ, улучшение гигиены и условий труда – на это особое внимание обращают представители профсоюзов. Я в первую очередь как представитель профсоюза осматриваю условия бытовые для того, чтобы понимать, как работники в течение своего рабочего дня могут прийти, переодеться, что у них есть в бытовках. Это наличие обязательно холодильника, микроволновки, чайника, где возможность есть в шкафсиках переодеться, помыть руки. В связи с тем, что установилась жаркая погода, обязательно условия наличия питьевой воды в достаточном количестве. Профсоюзный лидер также напомнило руководству строя организации об обязательных технологических перерывах в такую пору. Все ради сохранения здоровья тех, кто трудится при высоких температурах воздуха на улице. Большую помощь в этом оказывают общественные инспекторы по охране труда. Человек должен быть защищен и спокойно работать на своем рабочем месте, неважно это жарко или холодно, но он должен быть в условиях, которые должны быть для него безопасны. В ходе рейда на стройплощадке каких-то существенных нарушений законодательства по охране труда не выявлено. Если же такое происходит, то реакция представителей мобильной группы незамедлительная. Тенденция показывает, что чем больше мы работаем, тем чаще бываем, но нарушения уменьшаются. При выезде мобильной группы выявлены нарушения, мы оформляем в рекомендации, где указан срок их выполнения. После чего у нас проходит контрольное обследование. В случае выполнения мы указываем организации, что ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме. В случае повторного нарушения данной организации, к сожалению, мы передаем для неочередной проверки в инспекцию по труду. После строя объекта мобильная группа отправилась на предприятие «Экопродшина». Специалисты отметили высокий уровень организации работы по охране труда и соблюдению законодательства, как со стороны нанимателя, так и со стороны работников. Здесь культура производства не пустые слова. Созданы достойные бытовые условия для работников. Хотелось бы убедиться очередной раз, что все мероприятия, проводимые в городе, независимо от недели нулевого травматизма, городских мероприятий, государственной программы, которая у нас есть и выполняется, что все-таки организации работают ежедневно с соблюдением законодательства по охране труда, что это не является каким-то определенным мероприятием в период нашего приезда. И тогда, естественно, мы спокойны за сохранность жизни человека на рабочем месте, что является самой главной задачей.